Мы обещали в нашем заключительном часе на этой неделе. У нас в гостях Мария Добровольская, плеантрополог. Мария Всеволодовна, здравствуйте. Добрый день, очень приятно. Здравствуйте. Гость в дом, радость в дом. Тем более, говорить, как я понял, сегодня будем, видимо, одном из самых известных народов, живших на территории нашей страны, о котором, чем больше люди думают, что они всё знают, тем меньше, на самом деле, они знают о скифах. Блог писал, что мы скифы. Вот мы прямо с вами, скифы, особенно я. Я прямо скиф, скиф. Страшный скиф. Ну, если посмотреть на мою лохматую бороду, пока не постриг, то действительно чистый скиф. А вот степной коридор от Альфельда венгерского до Забайкалья, по которому гуляют туда-сюда кочевники, и какой-то период времени это кочевое сообщество называется скифой. То, что более-менее мы уяснили из курса истории средней школы, кто вообще историю учил или ходил по музеям. Что это такое на самом деле? Вопрос очень актуальный и очень сложный. Как часто бывают вещи, которые представляются классикой, и, по идее, должны бы быть чётко уже осознанные, если не сказать изученные, оказываются, по большому счёту, если не полный терр инкогнито, то, в общем, с большим количеством загадок. В археологии принято, да и в общем, в истории в целом, употреблять такой расплывчатый термин скифосибирский мир, который, с одной стороны, всех очень раздражает, с другой стороны, никто от него не уходит. Поскольку это огромное пространство степное, пронизываемое перемещениями, понятно, не может объединять генетически однородное население, то под этим названием, обозначением скрываются совершенно разные племена, которые были известны и цивилизованным грекам, и Ахименицкой Персии, и, собственно, Китай, империи китайской. И каждый представлял их по-своему и общался по-своему. Мы лучше всего их знаем из греческих источников, если говорить об исторических. И они предстают там чуть ли не потомками Геракла, согласно Геродоту. Но на самом деле это действительно очень сложное сообщество, которое поражало воображение цивилизованных древних, прежде всего, такими вещами, как молниеносность, неуловимость, или такими гендерными проявлениями, как практически равенство мужчин и женщин, как казалось... В социальном плане, да? Да, как казалось грекам. Ну, не секрет, что вот эти самые легенды об амазонках, опять же, происходят из общения греков со скифами. Так что это совершенно другая культура и совершенно другой образ жизни. Эти неуловимые воители, которые появляются на горизонте, засыпают всех стрелами и исчезают. И точно так же прорвавшиеся на Ближний Восток в VII веке до новой эры, там очень успешно грабившие и царившие недолгое время, да? Но, опять же, поскольку кроме как налететь, получить добычу и умчаться, они, в общем, ничего не практиковали, то им там особенно дело диполнечиво, они вернулись в свои степи. Да, и уже после вот этого события начинается такая классическая скифская история. В основном это V-IV век. И затем точно так же одна из загадок это загадка их исчезновения. Они уходят очень резко. Если раньше в археологии была принята концепция как бы вытеснения сарматами несколько более поздними, то же самое кочевниками скифов, то сейчас на многих памятниках находят, на многих археологических памятниках находят следы временного хиатуса, то есть время, которое, пусть оно было небольшое, но оно разделяло скифов и сарматов, и, скорее всего, говорить о каком-то вытеснении или, тем более, так сказать, о каких-то конфликтах между ними не приходится. Так что вот загадок очень много. Классическое царство майя, которое сгинуло невесть, почему и зачем, у нас еще добавилась загадка скифов. Загадки скифов там, ой-ой-ой, на каждом шагу. И, например, те же самые их погребальные обряды, которые вроде бы то же самое всем очень хорошо известны. И прежде всего обилием золота. Ну, копали их из-за этого. Да, совершенно верно. Но вот, понимаете, как-то вот, к примеру, так. Ну, как так получилось, что все обращаются всегда к геродотовым текстам о писании скифов, хотя сам он по скифе не путешествовал, а он находился только на побережье, на Черноморском побережье и собирал сведения. Но все-таки он был в каком-то, так сказать, приближении там. И он пишет о том, что вот скифы не ценят свою землю, они не защищают свою землю, но они берегут свои курганы из погребения. Для них это сакральные объекты, и как бы страшная кара ждет того, кто решится ограбить. А золото вот туда, в этот курган, и они его уже не могли взять. Ну, мало ли, может, на южный день откладывали. Может быть, это был стопфон такой своего рода. Поскольку все-таки погребальные обряды — это некие дороги, которые выстилаются в загробный мир, то там уже, в общем, люди древние, в частности, скифы, в жизни которых было очень много всяких магических традиций, да, и они относились к этому серьезно. И вот это обилие золота, которое отдается в погребение, то есть огромное количество усилий, которые уходят вот туда, да, прижизненных усилий, которые отправляются вот туда, это говорит о том, что все-таки относились они к этому серьезно. Но вот понятно, что скифская археология — одно из таких традиционных и приоритетных отечественных направлений, и ряд центров научных ведут постоянно эти работы. В частности, Институт археологии на протяжении многих лет исследует курганные памятники скифского времени на Среднем Дону, в Воронежской области. Юг Воронежской области, уже граница с Белгородской областью. И там, вот при этих исследованиях, когда мы стали как-то так прикидывать и оценивать время первого ограбления, почти все курганы, как правило, граблены там 90-99%. — Современных грабителей много? — Да, конечно. — Черные копатели — это же. — Да, их всегда много, но им уже достается не так много. И когда мы стали оценивать по косвенным свидетельствам время ограбления первого, то оказалось, что очень много курганов ограблены буквально в первые десятилетия после захоронения. Об этом можно было предположить по качеству ограбления. То есть ведь погребальный обряд скифский разнообразен, но вот здесь он чаще всего представлен очень такими интересными погребальными деревянными сооружениями, то есть такой погребальный дом, на полу которого находились останки погребенных. И это то перекрытие этого дома, они могут быть шатровые, могут быть накатные, а они со временем только разрушаются. Когда они уже разрушены, грабитель, который попадает туда внутрь, что-то видит, что-то не видит, и что-то, в общем, большую часть оставляет. Но когда грабитель туда попадает, тогда, когда еще все целиком, он просто берет чисто все и уносит. И вот такие чисто ограбленные погребения встречаются довольно часто. Для меня это такая очень интересная ситуация, поскольку, понимая, что погребение скифское – это такой объект сакральный, и для них сакральный, понятно, что тот, кто грабил, брал на себя очень большую ответственность. Вы имеете в виду, риски были велики? Да, риски были велики. Во-первых, божья кара, боги-то должны были наказать, во-вторых, охрану. Да, так что что-то было такое, что могло их провоцировать на это. И трудно сказать в настоящее время, что было проще все-таки получить эту добычу в бою или ограбить курган. Но, в общем, не все так просто. То есть вот эти ограбленные курганы говорят о том, что какие-то очень сложные отношения были внутри этого континуума скифского. То, что там они не были так уж однородные, единые. Вполне возможно, что такие ограбления могли делаться только теми, кто хорошо знал, когда прийти, чтобы не попасться. А вот да, как у них охранялись? Вы говорите, что единственное, что они охраняли, это курганы. Но они были кочевниками. То есть они что, часть племени оставляли? Нет, это нет. И это однозначно, потому что нигде на территории могильников нет каких-то таких следов постоянного культурного присутствия человека. Что называется, культурный слой был бы обнаружен, и мы бы это фиксировали. Этого нет. Поэтому, конечно, они все время не могли находиться там. Они кочевали вместе со своими стадами. И, конечно, нужно было знать время, когда прийти, чтобы не попасться. И это уже само говорит о том, что в общем, в каком-то смысле это делали свои. Ну, а потом уже более позднее, кто только их не грабил. И понятно, что, собственно, отечественные, правда, это немножечко по-другому, отечественные археа, первые из сборов кунсткамеры, в частности, тоже они наполнены материалами сибирскими, из курганов-кочевников, ну, уже скорее с армадского, чуть более позднего времени. Но даже был такой промысел, да, такое русское слово есть, бугравщик. Да, вот эти бугравщики, это те, кто искал и добывал это золото, и знал, как... Грабители-маги. Да, грабители, профессиональные грабители. И при... То есть Индиана Джонс, да, был бюгравщиком, это был археолог. Когда создавалась кунсткамера, как раз, собственно, были выделены средства на покупку, вот, в частности, таких находок, да. Вот, так что это история ограбления скифских курганов очень длительная, и она не так проста, и, видимо, действительно не стоит это расценивать просто как ограбление с целью наживы, но ещё и, конечно, с целью получения каких-то очень интересных объектов. Ну, я думаю, что этнографы... Я таких исследований не знаю, но вот точно совершенно, когда в близь расположенных деревнях знают, что здесь вот есть скиф, это тут, скифские курганы, да, тут же вспоминают само, может, они всё время бытуют различные легенды о каких-то золотых конях, там, ещё каким-то, ну, в общем, как бы всё это находится во флёре таком таинственно-магическом, да, вот это то, что донесли скифы каким-то невероятным образом до сегодняшних дней, это точно. А вопрос с лингвистической, этнографической точки зрения. Понимаю, что бессмысленно говорить о том, что было тысячи лет назад, но всё-таки есть ли какие-нибудь светлые идеи, кроме того, что они были ираноязычные, вот алланы, предки осетин, потомки скифов? Ну, вот в самом таком общем виде, конечно, генетические работы, палеогенетические работы и уже в нашей стране начинают проводиться. Вот с кочевниками раннего Железного века, это и сарматы, и некоторые, так сказать, похожие на скифов и, собственно, уже скифы. Но пока что я бы так позволила себе сказать, что результаты этих исследований говорят об очень древнем вот этом западноевразийском происхождении всех этих групп, да. Здесь ничего пока более конкретного нет и вряд ли что-то будет более конкретное, поскольку эта скифская общность представляет собой не монолитный народ, да, и, конечно, никакого отношения к тому облику, который нарисовал Блок, да, с раскосыми глазами. Жадными, да. То есть европеоиды и европеоиды. Да, конечно, европеоиды и еще раз европеоиды. Ну, жадные они, может, и были, а жадные были, но раскосые. Может быть, разве что от жадности. Вот, но очень, на мой взгляд, интересны те вот какие-то сюжеты, которые возникли именно при палеонтропологическом изучении этих останков, которые все-таки не унесли ни в пятом веке до новой эры, ни сейчас, да. Это тоже их не так много, но все-таки имеются. Если классическая, так сказать, палеонтропология обращалась раньше к разнообразию внешности, оценивала там морфологию головы, черепа и так далее, то вот в последние десятилетия мы уже как-то пытаемся воссоздать образ жизни этих людей. Все-таки при том, что так они были кочевниками, намадами, они, ну, всю жизнь вседлеют. Это очень своеобразно. То есть идея о скифах-пахарях. Вот это, опять же, одна из загадок, да, но как может быть кочевник-пахарь, да, это нонсенс, это невозможно, да. Единственное, что подтверждается, скорее всего, последними нашими исследованиями, что из культурных растений они могли вполне себе активно употреблять в пищу проса. Проса очень нетребовательная культура, которая, нужно сказать, взята на вооружение и даже вот современными такими племенами или этнографическими, лучше сказать, племенами с подвижным образом жизни. Весной посеял, прошел со стадами, потом на обратном пути осенью возвращаешься, собираешь. То есть никакого ухода не надо, да? Не надо никакого ухода. А археология не дает каких-то земледельческих групп, которые сидели бы рядом с кочевниками, и методом известного нам хорошо товарного обмена, спокойно взаимодействовал. Вот вы знаете, это самое... Вы как раз попали в точку, потому что это самая жаркая дискуссия, которая, собственно, разворачивается в последние десятилетия, о том, с кем... Понятно, что скифы, как сами по себе, в общем, не могли существовать, поскольку они должны были осуществлять, что называется, надзор над кем-то, да, и должны были кого-то, с кого-то брать дань, кого-то, так сказать, продавать, в смысле, в рабство, да, у кого-то отбирать эту дабы. В общем, они к кому-то приделаны, они не совсем самодостаточны. Поэтому, естественно, желательно найти в данном случае, например, на среднем данном, к кому они могли быть приделаны. Но пока что... Вот сейчас начинают проступать некоторые черты населения, которое, наверное, сосуществовало с ними. Пока оно представляется нам не слишком многочисленным. И это население, которое было здесь автохтонным, имело такие местные глубокие корни, и, скорее всего, действительно занимались... Просто, может быть, их воспринимали как скифа в пахаре, не очень разбираясь уж во всех этих... Ну, вот да, вот это все, видимо, да, да. Это все, как, там, в более позднее время называли, и всех варварами, или, там, всех сарматами, всех подряд без разборок. Ну, как у нас лица кавказской национальности. Ну, варвары и варвары. Ну, и... Сидят и сидят где-то в этом поясе к северу от цивилизации. Ну, наверное, вот это вот такое отношение греков к кочевникам, ну, зачастую высокомерное, да, зачастую высокомерное. Но они имели право, никакая культура была. Да, но они ничего не понимали, я возьму на себя такую ужасную ответственность, они ничего не понимали в скифской культуре. Но совершенно другая культура, но это была культура. Это была культура, и культура очень мощная, культура, имевшая свои достижения, но которые были им, как часто это бывает, когда есть доминирующая цивилизация, и не очень интересные. Более того, они как-то так не очень охотно воспринимали устремление некоторых скифов сблизить эти культуры. То есть, как бы, вот это обращение такое на Запад, да, скифов, просвещенных скифов, скифов, происходящих из аристократических и царских родов, и, как правило, в семьях которых были эллинки, да, то есть, там, например, как у Анахарсиса, известного философа-мыслителя скифского, да, отец скифский царь, мать эллинка. Он получает образование такое уже ориентированное на греческую культуру. Он туда стремится. Он едет в Афины, он стремится к встрече с Салоном, он становится одним из семи знаменитых семи этих афинских мудрецов. Но отношение, особенно на, как говорят теперь жаргонно, на входе, да, отношение было, конечно, скептическое, потому что скифы не только вот эти вот ужасные люди, которые позволяют себе носить штаны, но и вообще как-то, ну, понятно, что и боги у них другие, и пишут, писать они не умеют. В общем, относились к ним. Двину не разбавляют, это вообще ужас. Вот, и отдавая должное навыкам введения всяких боевых действий скифами, конечно, во всём остальном им, скажем, прямо отказывали. И часто в греческой трагедии, ой, комедии, в греческой комедии скиф выставлен неким таким дурачиной, да, вот таким туповатым, вот, ну, вот, в частности, и вот эти взаимодействия этих миров, оно было, конечно, сложным. С одной стороны, они были друг в друге заинтересованы, потому что тот поток товаров из скифий, который шёл в Грецию и в греческие города в Северном Черноморье, и в Грецию Средиземноморскую, был очень велик. А это было награблено, да? Это был хлеб, как повествуют все источники, дешёвый хлеб до того, как поздний Египет стал производить более дешёвый хлеб, и этот рынок схлопнулся. Это были рабы, это была соль, это была, ну, наверное, вот это вот основные, да, ну, там, наверное, могло быть много других товаров, но вот такие вот очень важные, естественно, компоненты, да. Вот, и, конечно, все эти центры античные на побережье Чёрного моря, они осуществляли какую-то связь между этими двумя мирами. Но вот ещё раз хочется подчеркнуть, что это было непросто, потому что как эллины сохраняли свою культуру, и когда мы имеем дело с археологическими памятниками этих замечательных городов античных или там поселений, каких-то усадьб, это действительно греческая культура, а не миксовая, да. Так и скифы очень дорожили своей самобытностью и оберегали её, и судьба того же Анахарсиса тому примером, потому что когда он вернулся после благополучного пребывания в Греции, он вернулся домой, и с большими приключениями он очень боялся, что он погибнет на обратном пути, там в этом морском путешествии он дал обет принести благодарность богам греческим, да, которые, как он считал, обеспечили его спасение в этом опасном возвращении, и он был, как бы, застигнут на месте с точки зрения скифов преступления, и просто был убит. Как еретик. Да, как тот, кто, как бы, не поддерживает родную идеологию, вот, и, собственно... Ну, религия вещь такая. Да, да, да. Вот, и этот случай не единственный, но очень такой показательный. Поэтому вот очень-очень интересно, я говорю, что с одной стороны при заключении браков с представителями эллинского мира эта культура проникала туда, и вроде появлялись люди, которые стремились наладить как-то эти контакты, но... Но стремление не поощрялось такое, да? Ни с одной, ни с другой стороны. Это очень поучительная история, по-моему, которая очень актуальна и сегодня. А она, по-моему, вообще вечна. И здесь, ну, видимо, история повторяется. А я не очень понимаю, насколько сегодня классическая система школьного или институтского образования, посвященная скифской теме, соответствует реальным находкам археологов или вообще всему тому, что мы знаем об этом на сегодняшний момент. Ну, наверное, об этом имеет смысл говорить уже после новостей, которые на нас... Неумолимо надвигаются. ...надвигаются, как всегда. В том числе, я думаю, а вообще что-нибудь в скифской культуре интересовало греков? За исключением, конечно, роли комедийного простофили. Потому что фантастическое и ювелирное, то, что мы знаем, наверняка же было много чего другого. Или варвары и варвары. Вот с Египтом, знаем, вроде и древняя страна интересовалась. Но не более чем. Сделаем паузу на новости. У нас, я напомню, в гостях доктор исторических наук Мария Добровольская, старший научный сотрудник Института археологии РАН. Ну, на перерыве мы выяснили, что скифское золото, вывезенное в Голландию, так и зависло в Европу. От себя могу добавить, что скиф и Айны примерно такой же не один народ, как Иран и Ирак. Это разные страны, и арабы, и персы. В отличие от утверждения Бориса Николаевича Ельцина, это люди тоже разные. Ну, много есть разного. То есть у нас хорошо, что люди знают, что есть такие люди Айны. Но, конечно, это настолько не имеет никакого отношения. Евреи и армяне тоже разные. Это вы сейчас на вопрос отвечаете в СМС, да? Это точно. Потому что нельзя же такой блистательный вопрос просто оставить без ответа, уж извините, ребятушки. Что значит один и тот же народ? Одному пару тысяч лет, как муж, не знаем ни одного скифа, второй живеханик, хотя мало его, и он, условно, исчезающий народ. Как Камчатка далековато от ареалов обитания. Да и Хоккайдо как-то вот, чего ж с кифом-то там делать? Кавалерия Айнов, я как-то, да, медведи у них дрессированные цветы и культ медведь. То есть настолько все разное. Но легенда об амазонках ведь дошла до наших дней, причем в искусстве воплотилась невероятно широко. Как-то всех это страшно интересовало. Правда, амазонки там все совершенно стильные, такие классические, помесь Барби с Мэрилин Монро на тот манер, который в данном столетии и в данной культуре у античных авторов одно, у возрождения другого, новейшие истории третье. А там что-то действительно было похожее на такого рода социумы, женские союзы или что-то? Спасибо большое за вопрос, потому что действительно один из загадочных сюжетов связан именно с этими прелестными воительницами. Почему-то они всегда всеми... Ну, история всегда одевает всех во флёр некоторого романтизма. И идея о том, что эти великолепные воительницы, стройные, красивые, безжалостные, но такие притягательные, в общем, бытует в умах. Ну, Мария жену любимую дала Тизею из Амазонок, согласно замечательной книге, которую она написала. Так что вот всё это как бы в умах живёт. Нужно сказать, что в Греции социальный уклад был таков, что, конечно, положение женщины было далеко от сопоставимого с мужским. Греция – это очень мужское, это очень мужской социум. А в гименеи сиди. Ну, за пределами его есть свободные дамы, но не более чем. Да, вот там как бы всё понятно. И поэтому, конечно, уклад кочевников, где такого нет, где женщина и много умеет, и много должна, и, соответственно, за многое отвечает. Это универсально вообще для кочевников. И, конечно, это могло поражать впечатление греческих авторов. Но, кроме того, есть ещё очень интересные, очень спорные такие сюжеты, связанные действительно с уже исследованием палеонтропологических материалов из этих курганов, о которых мы говорили в недавнем, действительно, с конца 90-х годов. Дело в том, что когда мы работаем с останками погребённых в этих курганах, ну, что делается первое? Первое – определяется пол и возраст этих людей, которые там находятся. И, как правило, в общем, человек, который имеет профессиональное образование, он довольно-таки спокойно определяет пол и возраст по даже плохо сохранившимся скелетным останкам. И время от времени как-то возникали некоторые лично у меня проблемы с этим, потому что как-то всё это было смазано. И в один прекрасный год к нам в экспедицию Института археологии приехала моя коллега, замечательный палеоантрополог Александра Петровна Бужилова, которая занимается состоянием здоровья древних людей, да, то есть она занимается палеопатологией, такая есть дисциплина. И она обратила внимание на то, что на этих скелетах довольно часто находятся некоторые специфические черты, которые свидетельствуют о гормональных отклонениях как среди мужчин, так и среди женщин. И эти гормональные отклонения в физическом облике могли проявляться как, ну, некоторая такая мужеподобность среди женщин и некоторая женоподобность среди мужчин. То есть если мы говорим о мужеподобности женщин, то это может быть такая обволошенность практически по мужскому типу, это и некоторая грубость, такое телосложение. То есть... У Толкина так женщины-гномов выглядели. Вот так что... И это не было отклонением. Да. И вот этот странный такой поворот, который заставил нас вспомнить прекрасное слово «амазонка», но посмотреть на это вот с другой стороны, что вот некоторые... Возможно, генетическое своеобразие этих каких-то замкнутых групп. Возможно, образ жизни, связанный с таким жестким... с жесткой ездой, начиная с раннего возраста. Возможно, что-то еще, что нам еще неизвестно, но могло приводить к тому, что некоторые обменные процессы нарушались. И вот появлялись такие, в частности, женщины, которые обладали большой физической силой. И при тех социальных традициях, которые были в принципе распространены среди кочевников, им было легче войти. в статус воина. И, собственно, могло это греками восприниматься как что-то такое невиданное. Женщина Валуев или Карелин. Ужас. Ну, как бы, такие есть сюжеты, которые показывают нам эту историю. Может быть, как без этого романтического флера, но зато с неким интересным поворотом. Я уже не говорю о том, что все исторические источники, дошедшие до нас, опять же вспоминают, хотя это легендарные сведения, значит, о неких инореях среди скифов, аристократов, награжденных так называемой священной болезнью, которая выражается в том, что мужчины этих аристократических родов могут впадать в некоторое такое состояние бессилия и сна. И после некоторых, так сказать, этапов они могут, как пишут греки, опять же, которые очень далеки от этой культуры и не, так сказать, прочитали сути происходящего, начинают ходить в женских одеждах и красить лицо, как женщина и вести себя не так, как до прихода этой священной болезни. Тайские варианты? Пять полов? Трудно сказать, дело в том, что те же самые одежды и та же самая раскраска лица, она могла быть связана не с переходом из мужского статуса в женский, а могла быть связана с тем, что эти люди, отмеченные этой священной болезнью, сами становились чем-то вроде жрецов. Этого не знаем. Ну, в конце концов, рясы, честно, называли бабским платьем. И ракезы тоже красили лицо. Ну и что там? Да, вот опять же, да, вот сегодня, мне кажется, то, что у нас так складывается спонтанно, но очень актуальным оказывается, когда культуры вроде бы столетиями сосуществующие друг с другом, великие культуры, не понимают друг друга, не прочитывают тексты друг друга, да, и это так и остается потом в истории некоторыми загадками, да, вот в частности. Ну, поди расшифруй, что они имели в виду на самом деле. Но что-то там было, да, и вот это что-то все время цепляет нас сегодня, и мы видим, что там какие-то совершенно иные предпосылки для и как бы вот гормонального самовыражения организма, и, видимо, для гендера, в принципе. Все-таки ираноязычные скифы у нас или нет? Ираноязычные. То есть, действительно, единственный наш ираноязычный народ в Российской Федерации, осетины, могут иметь к ним прямое историческое отношение, как потомки Аланов. Ну, вот ведь дело-то в том, что кровь, она разбегается по самым разным народам, и кровь может уйти без культуры, кровь может уйти без языка, да, и если мы... Она уходит, и понятно, что такое бытующее в археологии понятие, как поздние скифы, которые уже осевшие, которые перестали быть кочевниками, а стали действительно земледельцами, могли вливаться в состав более поздних народов, таких синкретических, тем более в позднее римское время, когда мешались все. И вот эти полиэтничные культуры, где, судя по и погребальным обрядам, и палеоантропологическим материалам, и, конечно, всяким вещевым, культурным свидетельством европейские народы, и кельтского круга, и франкского круга, и славянского круга, и поздние скифы, и все они так или иначе вот начинают вариться в своих котлах. Мария Васильевна, нужно сделать небольшую паузу нам сейчас на новости. Да, я увлеклась. Да, я напомню, у нас в гостях Мария Добровольская, старший научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук. Я как раз пытался понять, как стать с ты, вы, у англичан, в английском нет такого слова, это очень забавно. Ну, было же, было. У Шекспира, да. Зу. Это ты. Ну, ну. То есть к Шекспиру, XVII век. Да. Вопрос коварный, но, тем не менее, вдруг он имеет ответ. А с точки зрения исторической науки мы можем сказать о временных рамках скифской цивилизации? Потому что, ну, конечно, это отдельная цивилизация. Это отдельный мир, безусловно, и с хронологией его вроде бы более-менее сейчас все договариваются. Наиболее ранние памятники ходят в начало первого тысячелетия до новой эры, и это крайний восток ареала, это вот замечательные памятники, связанные с Тувой, с Алтаем. Что касается европейского ареала, то здесь первые ранние скифские памятники относятся к времени вот этих великих скифских походов ближневосточных и где-то VII века. Но их немного, да, до нашей эры, да. И потом уже, конечно, расцвет скифского времени, это V и особенно IV век до новой эры, и вот этот расцвет резко обрывается как бы концом. Рубеж IV, начало III века до новой эры, это финал существования вот этой вот скифии. И еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что вот такой стремительный закат скифии до сих пор, в общем, является предметом, конечно, больших дискуссий, поскольку успешность, наибольшее количество богатых, красивых памятников, погребальных, естественно, погребальных памятников относится к IV веку, их больше всего, и в частности на Среднем Дону тоже самое больше всего. И присутствует в этих погребениях большое количество греческого импорта, прекрасно сделанные вещи, скажем, на скифские сюжеты, то есть с изображением самих скифов, с изображением каких-то сцен выпасания коней или каких-нибудь овечек, барашков. Но это сделано в греческой стилистике, натуралистической и очень известным нам, собственно, из греческой культуры, знанием анатомии, умением изобразить человека и животного узнаваемо, очень-очень, так сказать, точно. Традиция же, собственно, скифская изобразительная, она совершенно иная. Она более загадочна в том смысле, что там много орнаментов, там много то, что называется звериным стилем, это изображение животных всего лишь в нескольких, как правило, сюжетах. Это сцена терзания хищника и копытного. То есть когда тела этих животных переплетаются очень динамично и зачастую трудно понять, где кончается одно, где начинается другое. Это изображения стилизованные, опять же, очень орнаментальные изображения сакральных, таких сакральных животных, как волк или вепрь, которые, скорее всего, являлись медиаторами между миром живых и мёртвых. И вот эти изображения, как правило, связаны с погребальными одеждами. Это отдельная история, потому что золотые вещи, скажем, украшения какие-то, парадное оружие – это один тип изделий. Другие изделия, собственно, украшения погребального убранства. И выглядят они как литые золотые, а на самом деле они сделаны из тончайшей золотой фольги. Поэтому их не могли ни носить, ни... Как бы это имитация. Ну, если совсем грубо и, может быть, не хорошо так говорить, но это с какого-то рода белые тапочки. То есть это то, что не может носиться. Это одноразовое. И то, что было сделано вот прямо здесь на месте, незадолго и для определенного погребения. Ну и золото сохранить и погребальный обряд провести. Да, да, да. То есть вот эти демонстративно изобильное золото при небольшом фактическом его количестве – это вот такая вот визитная карточка большинства скифских погребений. То есть его должно быть видно, его нужно было демонстрировать, опять же, насколько мы понимаем, с точки зрения культа. То есть человек должен был предстать в золоте. А мы вообще знаем, кому молились скифы. Римские или греческие боги известны нам досконально. Вот с мифами тут все хорошо. А у скифов? Знаете, там как-то сложно то, что излагает... Тут есть две традиции. Есть изучение текстов и есть изучение уже более поздних каких-то корпусов мифологических, в которые могли войти реликтовые части скифской мифологии. И греки, опять же, прежде всего тот же самый Геродот, они все пытались перевести на свой язык. И то основное какое-то празднество и культовые действия, которые производились с скифским мечом, который втыкался в костер, выжигался огонь, и происходили некоторые поклонения, греки толковали как культ Ареса, как культ бога войны. И это было понятно. Что они имели при этом в виду? Да, а что при этом происходило, и какие там боги были, не боги, это дело другое. То, что у скифов была очень богатая культовая жизнь, и эти культы пронизывали всю их жизнь, опять же, свидетельствуют каким-то косвенным образом из тех же самых текстов. Например, там скифская замечательная года, то есть медицина скифская, которая вся целиком и полностью как бы стояла на том, что тот, кто лечит, должен был указать человека, который на самом деле пожелал зла другому, в результате чего тот другой заболел. Ой, хорошо известно по разным культурам. Та же охота на колдунов и зулусов. Вообще-то вся. В общем, получалось именно так. И если болезнь проходила после того, как указанного там убивали, то лечение считалось эффективным. Если, опять же, лекарь, ну или его неправильно называть лекарем, он, видимо, был просто некий человек, приобщенный к каким-то таинствам. Мария Вячеславовна, у нас, к сожалению, уже время истекло. В общем, если не вылечил, то скорее убили его. Да, да. Мария Добровольская была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.